всем привет я вам сегодня покажу вот эту полукруглую полку здесь у меня как правило стоят орхидеи от азиатских производителей которые растут в амхе они либо пересажены либо остаются расти в амхе на верхней полке у меня там собраны все мои большие монстрики крупноцветковые от голландских производителей ну либо от европейских производителей будем правильно говорить потому что там есть орхидеи и от джемпи и от других садовников но все что находится более нижнем уровне это именно практически все азиатские орхидеи за небольшим исключением скажем так что я вам хочу сказать вот это полукруглая полка я знаю что нравится очень многим но вот например для меня эта полка не совсем универсальна рассказываю почему потому что расстояние между стела между самими полочками она маленькая вот смотрите вот здесь вот у меня 46 сантиметров в нижних уровнях вот здесь 43 сантиметра здесь по моему мы мерили с мужем 42 а на нижней полочки там вообще очень маленькое расстояние вот видно да что вот эти большие крупные листья они вот просто уже не знают куда помещаться нужно куда-то убирать но здесь растение было маленьким просто ну вот выросла такой большой лошадкой конечно нужно делать перестановки все это впереди речь сегодня не об этом речь о том что изначально когда появилась у меня эта конструкция полукруглая изначально она была полностью вот вся от начала до конца между полками снабжена лампами 10 ватками от юнель в том году зимой было именно так но и густоты чистоты расположения растений такой не было со временем я покупала много орхидеи и вот так вот как-то они очень очень плотно сейчас на этом стеллаже стоят но самое главное что я вам могу сказать в том году я понимала что 10 ватт даже вот в таком вот уровне небольшом расстоянии между полочками все равно 10 ватт не хватает и в этом году я заказала дополнительные 10 ватки что я делала сейчас я рассказываю вот наверху у меня эта полка она подсвечивается лампой юниель 14 ваткой но вы знаете здесь как бы вот цветут орхидеи все у них замечательно все хорошо все-таки планирую я еще одну лампу прикрепить вот к этой существующей лампе и подсветить верхний уровень в летнее время весной начало осени подсветки хватает потом маловато смотрите вот на эту полку где расстояние между полками 46 сантиметров я заменила лампу 10 ватку на 18 ватку характеристика лампы замена основного освещения и вот именно вот в этом расстоянии именно эта мощность лампы работает так как мне нужно дает она нужный уровень освещения и вот чем это подтверждается это подтверждается вот смотрите как только я заменила 10 ватку на 18 ватку у меня быстренько проснулись орхидеи которые дали по одному два цветоноса вот смотрите вот это мини орхидейка сейчас она совершенно выглядит не менее орхидейка она у меня посажена вот пожалуйста в таком стакане на блоке это по типу кашпо квадратная удлиненная растет большой лошадкой в этом году у нее два цветоноса формируются бутоны формируются цветоносы но помимо того она еще и находится в прекрасном росте у нее раскуклены корни у нее растут листья вот то есть понимаете здесь происходит совмещение всех процессов и вегетация идет и зацветает растение дальше у меня достаточно быстро проснулся мишка которого вот рыженький сейчас вы видите немножко искаженная его вот такую цветопередачу потому что здесь естественно лампа и сегодня у нас не о цветении а именно о подсветке очень хорошо отозвался быстренько бутончики свои начал доращивать дал новый цветонос и могу сказать вот все растения которые здесь находятся там у меня малышата малышата от светланы бегли потому меня нарбона которая просто стрельнула за полтора месяца после смены ламп она как бешеная стала расти вот я имею ввиду вот эту орхидейку я ее не узнаю просто не узнаю вот эту нарбоны я не узнаю как только я поменяла лампу на более мощную и дала новый препарат о котором я вам рассказывала пока не буду делать преждевременных выводов но то что я заметила хороший динамичный рост и отклик растения на эту подкормку это есть пока это предварительные какие-то мои наблюдения и результаты прекрасно начинает делить развивать цветонос тоже мини орхидейка эту орхидей я подкармливала борной кислотой вот пожалуйста при смене мощности освещения эта орхидея стала обалденно расти вот эта орхидея сформировала при хорошем освещении эта орхидейка стрит уайс уличные танцы она у меня дала в этом году два цветоноса посмотрите как только начнется роспуск ну или например полное раскрытие двух цветоносов я обязательно пока покажу вам эту орхидею эта орхидея у меня цветет в домашних условиях только первый раз и как правило первый раз он заканчивается одним цветоносом в цветении здесь же два то есть я делаю выводы что орхидеям связи с изменением мощности освещения стало намного проще расти в нижнем уровне я вам могу сказать здесь вот смотрите расстояние между полок у меня 43 сантиметра мы мерили но минус еще высота лампы правильно лампа даже вот получается где-то на расстоянии 39 сантиметров находится не над листьями а над плоскостью на которой стоят растения даже вот смотрите листочки касается лампы это совершенно им не вредит вот видите листики хорошие смотрите здесь у меня получается лампа с разными характеристиками 1 и 2 является фитолампой но вот эта лампа она для замены основного освещения вот эта фитолампа для того чтобы рассада не вытягивалась такие характеристики именно по которые прописаны на упаковке вот смотрите лампа 10 ватт 10 ватт суммируем эта полка освещается у меня мощностью в 20 ватт кстати могу сказать замечательно откликнулись растения и начали расти когда я сделала более интенсивный более мощный поток света сразу проснулись у меня вот эти красавицы посмотрите какая красота ну знаете тут надо вот эту вот вот эту вот красоту ее конечно нужно показывать отдельно не так вот не в обобщенном каком-то видео и в видео не на другую тему я вместе с матушкой этой орхидейки вам ее обязательно покажу множественные цветоносы вот они везде здесь два цветоноса на орхидеи бабушкин чепчик я ее так называю здесь у меня очень хороший длиннючий цветонос с разветвлениями на орхидейки темновато сейчас съемка конечно но я думаю что все-таки вечерняя съемка она для вас будет более показательной и такой собранной это орхидея все время забываю ее название но это вот заявленная бабочка которая цветет как хочет так дальше у меня здесь название этой орхидейки маленькая звездочка вот два цветоносика смотрите видите не удлиненный цветонос это вот говорит именно о том что орхидейки хватает все это такая знаете в своем формате скорее мини орхидейка даже не миди ей уже очень много времени могу вам сказать так очень хорошо развивается вот посмотрите орхидейка парфюмерная фабрика с ценшон отлично растут две детки на ней то есть вот смотрите я смотрю делаю выводы и вам их озвучиваю с изменением мощности освещения на этой полке тоже замечается резкий хороший динамичный и удивительный рост растений если орхидейка готова к росту она будет расти если орхидейка готова к цветению при хорошей мощной подсветки орхидея обязательно пробудет цветочную почку и будет формировать цветонос все то же самое что я вам сказала я сделала и для этих полочек вот здесь две лампы пожалуйста 10 ватт и 10 ватт 10 ватт и 10 ватт то есть суммарная мощность у нас получается 20 ватт ну здесь вообще у меня лошадушки когда-то они были такими маленькими я их просто не узнаю сейчас у меня реальная стоит проблема куда размещать эти растения потому что они были маленькими а сейчас они ну знаете конкурируют друг с другом в своем росте и в своем развитии давайте заодно покажу вам свою лису оказывается вот орхидейка little fox мы с девчонками быстренько все это сравнили цветение некой орхидеи которая с деткой сейчас цветет шикарным букетистым цветоносом и поняли что то орхидея совсем не little fox а little fox маленькая лисичка это вот она красавица кстати вот она именно не пахнет и многие мне об этом писали что little fox не пахнет так ну что здесь у меня и реанимации здесь у меня лошади вот пересаженные посмотрите какие посмотрите что творится что делается давайте я уберу вот посмотрите что творится у нас там вот здесь кстати обалденный мощный рост корней посмотрите что делается там наверное корней 10 одномоментно появились на растении когда я полила эту орхидейку аминосилом опять-таки не увеличиваю никак я результаты не спешу их озвучивать для вас но вот что есть то говорю поспешных выводов я делать не собираюсь ну и нижний уровень сейчас мы заглянем туда туда сложно заглянуть я практически располагаюсь на полу сейчас то же самое две 10 ватки суммарной мощности получается 20 ватт освещение на нижней полке этого полукруглого стеллажа смотрите как отлично развивается растение как только я поменяла им мощность ламп появились множественные цветоносы очень смотрите как хорошо развиваются цветоносы и у кувшинок там ну просто обалденно красивая история скоро начнется роспуск и наконец-то девчонки бьем барабаны мы с вами посмотрим как зацветут в кувшинке это будет первое долгожданное цветение я знаю что вы тоже ждете я сама уже просто в трепетном таком нахожусь волнении распуска первого бутона кувшинки он начинает распускаться ну я думаю завтра приоткроет свое личико и я первый увижу как зацветут наши с вами кувшиночки так дальше сейчас я вам показываю вот это мы вместе с вами тоже пересаживали я уже не знаю как вообще ловить и усмирять эти растения это нечто и еще я вам покажу как у меня зацветает ой посмотрите какая мимимишная красота нет вы только посмотрите девчонки это и мужчины это орхидея розовая pink girl розовая девочка смотрите какая мимимишная необыкновенно красивая система посадки в нее закрытая но сегодня конечно не об этом но так как камера уже зацепила какое-то цветение растений потому что я все-таки вам показываю эту полочку поэтому я вам кое-что показала близкий показ зацветающих растений я буду вам доставать их рассказывать о специфике ухода за конкретным сортом что и как я делаю как я поливаю чем я подкармливаю период вегетации в период формирования цветоноса в период цветения я совсем не подкармливаю как я ухаживаю за растениями в разные периоды их роста и развития конечно все будет предложено вашему вниманию на канале ну а сегодня вот я вам пообещала несколько раз уже кстати обещала рассказать о тех изменениях которые я сделала вот именно для этой полукруглой полочки я вам рассказала все увеличила мощность подсветки ровно в два раза и результаты совершенно не заставили себя ждать все девчонки здоровья вам благополучия если вы хотите получать действительно ваших домашних условиях великолепные шикарные отклики растений на ваш уход одними удобрениями поверьте мне вы не вытяните растение не будут они от удобрений расти так как нам хочется всегда при выращивании орхидей несколько факторов должны сойтись в одной точке освещение температурный режим влажность воздуха знаете я оставляю вообще на последний пунктик не частые подкормки и ваша большая большая любовь к этим прекрасным цветам желаю вам всего наидобрейшего всем пока пока ну и до новых встреч в следующий раз